дорогие братья и сестры я уже упоминал о том а то инициативе который святейший патриарх проявил обратившись государственной власти с предложением и вот совсем недавно прошел день который был на очень высоком уровне отпразднов день любви и верности день семьи конечно потратить деньги на праздник который пропагандирует семейные ценности очень важно но святейший патриарх выступил предложение которое ни одно еще до сих пор не было учтено поэтому я решил через блок обратиться ко всем вам чтобы вы хотя бы знали или вспомнили об этих предложениях тоже до сих пор пока наша власть молчит первое приравнять труд матери по воспитанию детей к другому общественно полезному труду установив в частности пособие по многодетности при условии социальной адаптированности семьи на уровне средней зарплаты для региона а также включив период времени в течение которую женщина получал такие пособия в страховой стаж для назначения пенсии по старости причем я бы от себя добавил потому что даже те крошечные пособия которые получают женщина она требует огромного количества всяких справ нет все справки для многодетной семьи должны собирать сами чиновники а деньги приносить наличными потому что у нас не в каждого района есть банкоматы поэтому банковской карточки чтобы их таскать с них снять деньги иногда приходится чуть не за 100 километров ехать деньги должны приносить наличными в первый день месяца в той сумме который достаточно чтобы детей накормить а будь учить и чтобы там была часть инотранспорт чтобы доехать до школу потому что во многих пунктах у нас школы нашим минздравом мин образованием просто уничтожен второе создавать жилищные проекты для многодетных семей с учет и близости к образовательной инфраструктуры нужно заниматься тем что дать возможность многодетным образовать своих детей создать механизмы поощрения работодателей предоставляющие специальные пособия многодетным сотрудникам и включающие помощь семьям с детьми в социальный пакет то есть многодетному отцу который трудится который вынужден работать у него должны быть особые преференции предусмотреть денежное или иное существенное материальное содержание вручение государственных наград многодетным матерям и отцам то что на отца тоже колоссальная нагрузка нужно это поощрять совершенно недостаточно вот хорошее предложение участок земли но это только начало и потом понятно что не в каждом регионе это можно реализовать предусмотреть федеральном законодательстве право многодетных семей на летний отдых в составе всей семьи и финансовые механизмы обеспечения этого права все общество должно заботиться о многодетной семье как о героях наше время разработать особые программы для медицинского страхования для многодетных семей они не должны стоять в очереди к врачам нужно так это сделать чтобы врач многодетную семью по любой специальности необходимый детям он был дома поощрять создание попечительских советов детских домов состоящих из представителей общественных организаций и традиционных религий сделать систему помощи детей детям оставшимся без попечения родителей более прозрачной для участия в ней волонтеров и контроля со стороны авторитетных общественно-религиозных организаций чтобы не творил их тех безобразий в государственных детских домах о которых мы постоянно узнаем через сми допустить на законодательном уровне возможность не только секулярного но и традиционного религиозного воспитания детей в детских домах при условии соблюдения прав ребенка и санитарных норм признать за ребенка право на духовную жизнь и участие в таинствах церкви богослужения приходских мероприятиях и разработать соответствующий правовой механизм реализации этого права предусмотреть среди разновидностей так называемой временной опеки наряду с проведением каникул и пребывания в гостях временную опеку для организации посещения богослужений тоже без духовной жизни невозможно воспитание нужно отходить от советских стереотипов нужно это обеспечивать нужно об этом думать не нужно отдавать все на решение директора потому что он может быть совершенно по по разному воспитаны разработать числе санитарных норм жизни ребенка в детском доме возможность постного питания начиная с определенного возраста с учетом желания ребенка и медицинских норм предусмотреть возможность обучения детей проживающих в детских домах таким необходимым бытовым навыкам как участие в приготовлении пищи уборки другой посильной деятельности по планированным и обеспечении повседневной жизни дети заканчивающие государственное сиротское учреждение совершенно не приспособны к жизни и оказываются в лапах преступного мира поэтому 90 процентов через некоторое время их оказывается в тюрьме до какого же момента мы будем терпеть такую ситуацию при том что страна вымирает а у нас такое отношение к детям предусмотреть способы поощрения работодателей представлен предоставляющих рабочие места выпускникам детских домов проводить активную информационную политику поощрения государством усыновления дитя видите целая программа и никакого отклика а ведь патриарх монах как все иерархии русской церкви в этих предложениях это забота о нас забота о наших семьях законодательно обеспечить приоритетную возможность семьи самостоятельно решать вопросы касающие внутренней жизни принять законодательные меры создающие дополнительные гарантии права родительного воспитания детей включая формирование их мировоззрения и образа жизни ограждениях от опасных и безнравственных поступков регламентацию их режима дня исполнением религиозных предписаний общение с противоположным полом ознакомление с учебным материалом печатные аудио виды продукции интернет сайтами только нашим детям лезут из голландии из франции отовсюду чтобы научить их научить их педерастии научить их раннему сексуальному интересу который калечит их жизнь научить их пользоваться предохранителями это уже чтобы они выросли у людьми которые от детей как от преступников предохраняется вместо того чтобы воспитывать целомудрие это развращаем то что известно в америке в школах свободно раздают презервативы детям начать чуть не с десятилетнего возраста и что это кого-то отчет уберегает количество абортов среди американских школьниц в 10 раз превышает российский уровень вот что это достигает но с помощью денег понуждают часть продажных чиновников действует и это внедряется в нашу школу исключить и появление в законах и подзаконных актах не конкретных оснований для вмешательства в жизнь семьи такие как ненадежное воспитание низкий материальный уровень низкий материальный уровень дайте денег почему бедность семьи должна провоцировать вмешательство государства в эту семью возьмите под опеку дайте денег на содержание тем более у нас же очень высокий уровень безработицы в некоторых местах просто нельзя работу найти этим пользуются бессовестные люди низкий материальный уровень психического насилия либо конкретизировать соответствие положения нужно проанализировать внимательно работу органов опеки особенно случае необоснованно и волонтаристского вмешательства во внутренние дела семьи и таким людям необходимо запрещать вообще работу в этой сфере там должен должны люди только любящие детей очень осторожные деликатные вдумчивые здесь не может быть подход к семье как крупки леса если находятся люди которые защищают деревья готовы насмерть стать за химский химкинский лес что это всего лишь деревья а здесь люди живы с живыми душами разработать действенные механизмы помощи проблемные нуждающие семьи они только изъятие из нее детей сформулировать в качестве приобрететный приоритетный для органов опеки задачу сохранения семьи строго минимизировать и четко прописать в законодательстве условия при которых возможно внесудебное изъятие детей и семьи в настоящее время многие спорные и получающие широкий общественный резон случай такого изъятия стали возможны именно из-за нечеткого определения прав и обязанностей органов опеки в данной ситуации и даже критерий достаточных для изъятия ребенка вот что с чем обратил святейший патриарх государство молчит поэтому без нашей всеобщей общественной поддержки если что-то вызывает споры давайте депутат яковлев например вступил в спор против налога на аборты говорит вот если сделать аборты платными тогда будут криминальные аборты почему они будут почему это совершенно не снимает такой проблемы почему я должен из своих налогов платить за убийство собственных граждан это вообще аборт это нужно из системы минздрава вывести то что минздрав это сохранение здоровья аборт он не сохранять здоровье это богопротивное дело спасибо вам за ваше внимание